В Сеуле, в Южной Корее, проходит саммит по ядерной безопасности. Поддерживают для россияне развитие атомной энергетики спустя четверть века после аварии в Чернобыле и год после трагедии на японской Фукусиме. Обойтись без атомной энергетики сейчас нельзя. Их зол, наверное, это минимально. Считаю, что это очень вредно для нашей экологии, и человек часто не может взять под контроль то, что изначально создаёт. При развитии ядерных технологий, если довести саму технологию до технологии холодного синтеза, это и безопасно, и очень эффективно. Это способно разрешить энергетический кризис, который грозит нашей планете. Я считаю, что при должном контроле безопасности атомная энергетика – это очень полезно для всего мира в целом. Я считаю, что это опасно для планеты, для людей, и надо развивать какие-то другие технологии для развития энергии. Без атомной энергии как будем вообще всё развиваться-то? Не будем же. Передовых не будет, наша страна тогда будет отсталой. А с другой стороны вредно. Так что я не знаю, честно говоря. Но, наверное, всё-таки я за развитие. В нашем климате, мне кажется, нереально делают солнечные батареи, потому что у нас месяца 3-4 бывает достаточно темно. Мне кажется, они себя не оправдают. Есть ещё способ добычи электроэнергии солнечной, но тогда надо располагать солнечные батареи на дирижаблях высоко в небе. НТД. Москва. Россия.